Как работает Private Banking в кризисных условиях? Какой подход у клиентов и что могут предложить финансовые институции? Мы обсуждаем с Алексеем Александровым из Укарсибанка. Есть ли такое понятие, как кризисный Private Banking в тех условиях экономических, которые сложились в нашей стране, в регионе? Изменился ли подход к Private Banking? Благодарю вас за вопрос. Наверное, если говорить о бизнесе, который исторически работает с крупным частным капиталом, то говорить о каком-то кризисном, весьма сложный, может быть неправильно. Управление крупным капиталом, оно не бывает кризисным, некризисным, бывают определенные сложности на рынке. Задача здесь работать, наверное, в двух плоскостях. Понятно, что мы сотрудники финансовых организаций, задача наша генерить прибыль. Но, с другой стороны, основа самого бизнеса – это долгосрочные отношения с клиентом. Поэтому здесь нужно в то же время играть на одном, что называется, поле и с клиентом. Цель – это, наверное, вести большую коммуникацию с точки зрения понимания текущей ситуации на рынке, понимания законодательства. Вы видите, во времена турбулентные и сложные, оно очень часто меняется, и клиент не всегда понимает, что происходит. Налоги, финансовая ситуация, риски, которые возникают, слухи и так далее. Вот это, наверное, управление отношениями с клиентом можно назвать в какой-то степени кризисным private banking или что-то такое. А желание клиента поменялось ли оно? Ведь когда private banking в Украине и в странах СНГ основывался, было желание определенной касты людей заработать, вложить свои деньги или хотя бы не потерять. Сейчас же. Какое желание у клиента, когда он к вам обращается? Вы совершенно правы, парадигма поменялась, абсолютно другие условия диктует рынок. И если мы говорим о условиях того кризиса, а у нас здесь две половины – это экономический кризис и он усугублен политической ситуацией, которая есть в нашей стране. Идея какая? Всегда эти две составляющие, они несут большие риски с точки зрения стратегической определенности в сроках. Сроки, с другой стороны, влияют на использование того или иного финансового инструмента, но это означает и риски, и доходность, и так далее. Здесь, конечно, на первую, я не знаю, ступень выходит понимание риска, фундаментальное. Сохранить. Почему сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда можно говорить о некой нулевой толерантности к ставке? Клиент понимает, что вот сейчас это важно, но это не главенствующее и в то же время составляющее сохранности. Можно ли сказать, что мы пришли к определенному европейскому или там западному подходу, когда даже ложишь деньги в банк, то не надеешься заработать? Что private banking – это такая первая ласточка правильного подхода к банковской системе? Вы знаете, это грустно, наверное, подчеркивать, но, с другой стороны, если говорить о ситуации в Европе, то исторически достаточно давно не было такой ситуации, когда длительное время низкие ставки. Ни банки, ни финансовые учреждения, ни клиенты к этому не привыкли. Они вполне, возможно, готовы, но это очень непривычно. Очевидно, что клиент приходит в банк не только для того, чтобы найти место, куда положить деньги, но и для того, чтобы получать какую-то доходность, пассивный доход, так называемый, на вложенные средства. Поэтому наша задача в той или иной степени обеспечить сохранность и некий заработок. Но, с другой стороны, в стране с большими рисками, к сожалению, наше государство является на данном этапе, в данный момент именно таким государством. Конечно, для клиентов вопрос сохранности с учетом ограничений, которые существуют, то есть невозможностью доступности, быстрой ликвидности, например, в иностранной валюте. Это вопрос сохранения капитала. Уменьшилось ли количество клиентов после ограничения операций с капиталом? Или наоборот, люди, понимая, что они не могут сделать что-то сами, обращаются к вам? Ну, отвечая на второй вопрос, понятно, что здесь банки не могут сделать ничего, кроме того, что позволено законодательством Украины. Надо же разбираться в законодательстве банки, наверное, и вы больше в этом разбираетесь, чем тот человек, который принесет вам деньги. Благодарю за комплимент, совершенно верно. Наша задача пояснить и, наверное, в чем-то успокоить. Вот кризисные времена – это давление неких страхов, которые клиент не всегда для себя может даже обозначить. Здесь включается отчасти какой-то паттерн психологии в нашей специальности. Объяснить, показать, может быть, разложить картину с текущей ситуацией в стране в банке, успокоить и после этого принимать некие уравновешенные решения. С точки зрения количества клиентов я не могу сказать, что оно каким-то образом поменялось. Вы знаете, исторически клиенты работали с несколькими брендами и в зависимости от условий, благоприятные условия, растущий рынок, клиенты перетекали в банки, которые предлагали либо более гибкие условия, либо более интересные инструменты, либо, как правило, большую ставку, возьмем классический инструмент – депозит. Когда ситуация меняется, клиенты перетекают из бренда XYZ в бренды, которые предоставляют больше условий по надежности, работе с клиентом, качеству обслуживания и при этом давляющий фактор сохранности. Вот сейчас… На спец. Да, да, да. Совершенно верно. Знаете, прямая и график риск-доход, она не поменялась, и я так думаю, на долгие века будет. Больший доход – это всегда больше риск. Соответственно, большая стабильность, большая сохранность – это означает всегда и большую ответственность, и большую надежность, но меньшую ставку. Но для самого банка эти ограничения вызывают определенную трудность, наверное, заработать на том капитале, который получают от клиента. То есть, есть ли здесь какие-то проблемы? Конечно. Прежде всего, здесь давайте использовать фактор, который мы в нескольких интервью уже оговаривали – фактор доверия. Когда клиент ограничен в возможностях оперировать собственными деньгами, очевидно, снижается доверие не к одному выделенному бренду, а ко всей банковской системе и, вполне возможно, к институту Украины, государству. К слову, государственному. На что это влияет? Прежде всего, клиент начинает оперировать короткими сроками, это месяц, два, три, но не сроками длинными в понимании украинской ментальности – 12-18 месяцев. Вторая сторона медали – это понятно, что мы, как банки, уже не способны оперировать длинными кредитами, например. Короткий кредит – это означает невозможность прогнозирования таких вещей, как покупка, например, недвижимости, даже при достаточно высоких ставках, или автомобиля, или каких-то вложений с точки зрения бизнеса. Бизнес никуда не делся, он трансформировался, он развивается, и он нуждается в кредитовании. Вот это вот все приходит в движение, и чем короче срок, тем менее стабилен банк с точки зрения ликвидности. Можно ли сказать, что ваш бренд приобрел определенных клиентов, но определенных потерял? То есть, произошел ли какой-то переток, и получили ли это все банки, или есть те, которые даже не приобрели клиента? Можно ли говорить о каком-то глобальном перетоке, а не локальном? Может, даже на заграничные бренды? Вопрос, по которому я, к сожалению, не готов оперировать какими-либо фактическими серьезными цифрами. Почему? Потому что рынок, если говорим о крупном частном капитале, остается достаточно закрытым. Но тенденция по уходу денег из бренда, который я представляю, была очевидна, скажем, в 2013-2014 годах. Когда ситуация поменялась, то есть, пришли те риски, которые мы сейчас имеем в том или ином виде, мы увидели, что клиенты, во-первых, начали возвращаться, во-вторых, увидели приток средств. Понятно, что это в основном в виде безналичной валюты и национальной и иностранной приток капитала. И на пике кризиса, кризисных явлений, это, наверное, осень прошлого года, этот год, мы видим увеличение открытых счетов. То есть, наверное, можно говорить таким образом. Я склонен думать, что это все сейчас в той или иной степени происходит в зарубежных брендах. Это идет увеличение количества открытых счетов, количества средств размещенных. Но можно ли на основании этого, во-первых, оперировать данными, увеличилось ли количество богатых клиентов глобально или нет, я, к сожалению, не готов ответить. Думаю, что кризис повлиял и ситуация стала более грустной для крупного частного капитала. И второй нюанс – уход денег за рубеж. Я думаю, что в период, когда это позволяло законодательство, до мая месяца прошлого года, часть клиентов диверсифицировала свои потоки. Это либо страны, которые в большей степени понимают нашу ментальность, как украинского клиента, например, Балтийские страны. Либо страны классические, Швейцария, Люксембург и так далее. Польша, я отношу к странам, близким по ментальности. Все зависимо от клиента. Совершенно верно. Ну и, наверное, желание клиента, опять-таки, это деньги работающие, деньги на сохранение, переехала ли семья и так далее, и так далее. То есть в то время на законных основаниях это было в достаточной степени свободно. Сейчас, если говорить о том, что происходит, все движение капитала за рубеж, оно очень серьезно регулируемо, регламентировано. И, по сути, путь один – это четкое, очень доскональное пояснение, куда, зачем, для чего, и индивидуальная лицензия Нацбанка. То есть говорить, что это носит какой-то массовый поток, к сожалению, сейчас невозможно. В основном деньги работают в Украине. Можно ли сказать, что определенные ограничительные меры принесли спокойствие на рынок уже по прошествии своей работы? Как банковские служащие, я могу сказать, что в определенном смысле, и, к счастью, и к сожалению, ограничительные меры, введенные Нацбанком, они позитивное влияние, позитивный фактор в себе несут. Другой вопрос. Возможно, какие-то из них надо было принять раньше, какие-то на законодательном уровне. Допустим, идея, которая гуляет постоянно, это введение на законодательном уровне требований невозможности досрочного расторжения депозитов по каким-то признакам. С моей точки зрения, как банковского сотрудника, это было бы верным, наверное. Часть стран имеет такие характеристики в законодательстве. Почему? Потому что банк, привлекая с одной стороны пассивы, он планирует их на какой-то срок. Более долгие деньги. Совершенно верно. А вторая сторона, она тоже очевидна была бы, это клиент привыкал бы нести ответственность на некий срок перед финансовым учреждением. Это очень важно, вот найти паритет в этих отношениях. Понятно, что какие-то непопулярные меры, они вызваны необходимостью влиять на рынок. Здесь я тоже, как банковский сотрудник, могу говорить, что они верны. С другой стороны, я понимаю сложности, возникшие у клиентов. И, по сути, вот этот вот фактор недоверия, он во многом формируется еще невозможностью, имея ликвидные средства в ликвидном банке, получение к ним активного доступа. Это проблема. О таком понятии, как кризисный прайват-бэнкинг, мы говорили с Алексеем Александровым из Укарсибанка. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Дука Скопи ТВ из Киева. Дмитрий Бенцев, специально для Дука Скопи ТВ из Киева. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...